Здравствуйте! Новости Москва-Баку. Сегодня президент Азербайджана Илькам Алиев принял участие в неформальной встрече лидеров государств СНГ, инициированной российским лидером в Санкт-Петербурге. Встреча прошла в Константиновском дворце. Владимир Путин на встрече назвал неформальный саммит СНГ возможностью сверить часы перед предстоящим уже через неделю, 14 октября, в Казахстанской Астане ежегодным полноформатным заседанием Совета глав государств Содружеств. На астанинском саммите, как утащил российский лидер, будет утвержден солидный пакет документов. Очень рад видеть здесь, в этом зале, лидеров государств, которые в силу огромного количества обстоятельств, исторических причин являются нашими ближайшими друзьями, союзниками, с которыми нас связывают отношения подлинного стратегического партнерства, и с которыми мы сообща стремимся выстраивать сотрудничество в духе добрососедства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга. Подчеркну, такие неформальные встречи лидеров СНГ в северной столице России становятся доброй традицией и позволяют в спокойной, дружеской обстановке обменяться мнениями по наиболее актуальным для всех наших стран вопросам. По словам Путина, в центре внимания сегодняшней встречи и его предстоящего саммита в Астане – дальнейшее развитие торгово-инвестиционного партнерства в рамках СНГ, активизация совместной работы по повышению устойчивости экономик государств Содружества, наращивание двусторонних и многосторонних кооперационных связей, обеспечением технологического суверенитета. Российский лидер также затронул тему перехода на национальные валюты во взаимоотношениях между странами Содружества. По его словам, это позволит укрепить суверенитет стран и углубить интеграцию. Кроме того, Путин предложил лидерам Содружества вопросы, связанные с проблемами обеспечения безопасности на пространстве Содружества. Президент России указал на то, что помимо Украины, где, цитата, «происходят действительно трагические события», и между другими близкими государствами постсоветского пространства возникают подчас конфликты, и это, безусловно, требует выработки мер по их разрешению. Добавим, что во встречу приняли участие лидеры всех стран СНГ, за исключением Киргизии. Помимо России, это Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Туркменистан, Таджикистан. Сегодня российский лидер также отмечает свое 70-летие. Коллеги по СНГ поздравили его с юбилеем. Ильхам Алиев и Никол Пашинян прибыли на встречу с президентом России сразу после прошедших накануне на полях первого саммита европейского политического сообщества в Праге их переговоров. Они прошли при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля и президента Франции Эммануэля Макрона. По мнению аналитиков, на полях неформальной встречи СНГ лидеры России, Азербайджан и Армении могли обменяться мнениями по поводу прошедших в Праге переговоров, а также обсудили дальнейшее движение по пути реализации трехстороннего заявления, подписанного российским, азербайджанским и армянским лидерами 10 ноября 2020 года и последующих заявлений. Лидеры Азербайджана, Армении, Франции, а также глава Евросовета приняли совместное заявление по итогам состоявшихся накануне в Праге четырехсторонних переговоров. Встреча Илькам Алиева, Николу Пашиняну при посредничестве Эммануэля Макрона и Шарля Мишеля прошла на полях первоевропейского политического сообщества. В заявлении отмечается, что в ходе переговоров Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность уставу ООН и Алматинской декларации 1991 года, которыми они взаимно признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Стороны подтвердили, что это послужит основой для работы пограничных комиссий, а также анонсировали новое заседание по делимитации, которое пройдет в конце октября в Брюсселе. Также в заявлении говорится, что Армения согласилась содействовать созданию гражданской миссии Евросоюза вдоль границы с Азербайджаном. При этом азербайджанская сторона подтвердила готовность сотрудничать с данной миссией в той мере, в какой это ее касается. Миссия стартует в октябре и продлится максимум два месяца. Цель миссии заключается в формировании атмосферы доверия между сторонами и внесении вклада в работу пограничных комиссий Азербайджана и Армении. Отметим, что четырехсторонняя встреча прошла в два этапа. Она стартовала во второй половине дня, а затем продолжилась после ужина. Официально четырехсторонней встрече предшествовали неформальные переговоры лидеров Азербайджана, Турции, Армении при участии премьера в Венгрии. Началась встреча при участии французского президента Эммануэля Макрона, но позже его на кадрах уже нет. Также Ильхам Алиев и Никол Пашинян побеседовали за столом тет-а-тет, а позже на ходу. По итогам четырехсторонней встречи в Праге глава Евросовета Шарль Мишель на своей странице в соцсети заявил, что стороны обсудили устойчивую деэскалацию и активизацию мирных усилий, которые ЕС готов поддержать. Следующие трехсторонние переговоры президента Азербайджана, премьера Армении и главы Евросовета пройдут в ноябре. При наличии доброй воли со стороны Армении мирный договор может быть подписан до конца года. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопросы журналистов в Праге по итогам четырехсторонних переговоров. Время идет. Наши инициативы продвигаются непросто. И то, что встретились министры иностранных дел, хотя первая встреча не принесла конкретных результатов, но я считаю, что это позитивный шаг. Я думаю, что если будет принято решение в ближайшее время, рабочие группы двух стран начнут работать над текстом мирного договора. Мы можем достигнуть согласования до конца года. В целом никаких вопросов в связи с анонсируемыми нами пятью принципами ни у кого нет. Ни у армянской стороны, ни у Европейского союза. Пять принципов мирного договора должны быть как можно быстрее парафированы. На основании этих принципов должна начаться работа над текстом соглашения. Я уверен, что этого можно добиться быстро. Потому что я не считаю, что это должен быть какой-то многотомник. Это должен быть достаточно компактный документ из нескольких статей, который определяет в рамках международного права, международного опыта параметры сотрудничества. При этом азербайджанский лидер в ответ на соответствующий вопрос отметил, что не считает необходимым включать в потенциальный мирный договор вопрос об открытии коммуникаций. Так как подразумевается, что к моменту подписания документа данный вопрос уже должен быть решен, поскольку был зафиксирован в трехстороннем заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 года. Вместе с тем, Алиев констатировал, что Ереван так и не выполняет договоренности по разблокированию транспортных коммуникаций. А на его вопрос, заданный в Праге Николу Пашиняну насчет предоставления азербайджанской стороне автомобильной дороги для связи с Нахчеваном, не получил ответа. Это уже становится даже не смешно, потому что там не такой большой участок. И все знают, откуда должны пройти железная дорога и автомобильная дорога. Непонятно нежелание добровольно предоставить нам проход в Нахчеван. Нарушение своих обязательств, конечно, факт вопиющий. Но мы пока проявляем терпение, проявляем выдержку. Что касается вопроса статуса Карабаха, Алиев в очередной раз подчеркнул, что это внутренний вопрос Азербайджана. И в мирном договоре об этом речи быть не может. Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан уже определенное время ведет неформальные контакты с представителями армянского населения Карабаха и выразил надежду, что они приведут к полному пониманию основным населением, которое еще проживает в зоне ответственности российского миротворческого контингента. Иного пути, как интеграции в азербайджанское общество, просто нет, заверил президент, добавив, что армяне будут жить лучше, чем жили до этого. Президент Турции Раджеп Тайпер Даган призвал Армению подписать мирный договор с Азербайджаном. После этого, как выразился президент, у Армении с Баку и Анкарой не останется никаких проблем. У нас нет предварительных условий. Мы просто говорим, подпишите мирный договор с Азербайджаном. После этого у нас с вами не останется никаких проблем. Мы открываем наши двери, воздух, автомобили и железные дороги. Эрдоган заявил, что Анкара желает нормализации отношений между Турцией и Арменией, Арменией и Азербайджаном. И отметил, что между турецкой и армянской сторонами в настоящее время в рамках процесса нормализации уже ведутся переговоры по грузовым и воздушным перевозкам. Их обсуждают специальные представители и Министерство иностранных дел двух стран. Добавим, что встреча президента Турции и премьера Армении Раджепа Тайпер Даган и Никола Пашиняна состоялась в Праге накануне в четверг и стала первыми очными официальными переговорами между лидерами двух стран после 13-летнего перерыва. Эрдоган после переговоров также напомнил, что на нормализации отношений Армении и Турции ведут работу спецпредставители, назначенные в прошлом году от Турции Сердар Кылыч, от армянской стороны Рубен Рубинян. Спецпредставители провели несколько встреч, обсуждая нормализацию. Одна из них состоялась в Москве в начале года, три других – в Вене. Наши спецпредставители продолжают свою работу. Одновременно со спецпредставителями у нас есть министры иностранных дел, которые также прорабатывают вопрос нормализации. После того, как они ее закончат, представят нам результаты. На основе проделанной работы, начиная с проектов, связанных с Карго, заканчивая воздушным сообщением, мы будем продолжать действовать в направлении налаживания отношений между Турцией, Арменией и Азербайджаном, чтобы окончательно закрыть все вопросы. Напомним, Турция и Армения по итогам переговоров своих спецпредставителей по нормализации отношений, которые состоялись 1 июля, договорились проработать открытие границы для граждан третьих стран, а также начать осуществление прямых авиагрузоперевозок между Арменией и Турцией. Ранее Турция и Армения частично запустили чартерное авиасообщение между странами. Между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений, а граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары в связи с оккупацией Армении и азербайджанских территорий. Завершение Карабахского конфликта по итогам Второй Карабахской войны осенью 2020 года позволило Анкаре и Еревану приступить к нормализации отношений. Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов занял третье место в международном турнире «Шахматные звезды», который завершился в подмосковном Крокус-Сити-Холле. Призовой фонд соревнований по рапиду и блицу составил более 14 миллионов рублей. Победителем турнира стал российский представитель Владислав Артемьев, на втором месте также россиянин Сергей Корякин. «Шахматные звезды» прошли с 29 сентября по 5 октября. В соревнованиях приняли участие известные гроссмейстеры из России, Азербайджана, Индии, Испании. Интриги и зрелищности шахматным звездам добавило и то, что каждую партию начинал не шахматист, а известный человек из другой сферы. В частности, в один из дней первый ход в партии азербайджанского гроссмейстера Таймура Раджабова с россиянином Александром Мразевичем сделал вице-президент Крокус-Групп музыкант и певец Эмин Агаларов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова